Продуктовый вещевой мини-рынок в Самаре на улице Георгия Димитрова. Основное внимание общественного контроля направлено на продукты питания. На входе сразу же несколько павильонов с мясом, часть которого хранится вот так просто на ящиках возле павильона, а документы, подтверждающие его качество, у продавца попросту отсутствуют или просрочены. Это нарушение не единственная кисломолочная продукция, которая еще несколько минут назад стояла на прилавках, теперь лежит у порога павильона. Срок годности, например, творога, истек еще 9 дней назад. Ну это ошибка. Не внимательно сказать продавца. Ну сейчас я выкину все. Но я сейчас все сделаю, я нервничаю, не могу. После такого угощения, кстати, не бесплатного, нервничать, скорее всего, придется и потребителю. Просроченный товар может угрожать жизни и здоровью человека. После появления на рынке общественников и видеокамеры с десяток точек закрылись, сработало сарафанное радио. Через какое-то время на защиту продавцов в просрочке вышел мужчина, назвался представителем администрации рынка. Идем дальше. Еще один павильон с молочкой. Делаем контрольную закупку сливочного масла. Вновь было приобретено масло оригинальное, сливочное. Дата изготовления 20-11-2013 год. Срок годности этого масла составляет 4 месяца, 120 суток. Соответственно, делаем с этого вывод, что употребление он не годится, просто опасен для здоровья. Перед покупкой срок годности товара лучше проверить, советуют защитники прав потребителей. Но делают это не все. Мы думаем, что здесь контроль какой-то на рынке. Поэтому не спрашивают. На продавцов, которые нарушили закон о защите прав потребителей, общественники составили информационные листы, где описали выявленные нарушения. Данные информационные листы мы направим, что касается мясной и рыбной продукции. Это министерство, департамент ветеринарии Самарской области. Что касается остальной продукции, будем направлять либо в Роспотребнадзор, либо выходить с исковыми заявлениями. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.